Александр, ну расскажите, как вы с Павлом решили работать? Ну, с Павлом я познакомился после того, как вообще Паша мой любимый хоккеист. Я этого никогда не скрывал, это действительно мой любимый хоккеист. Я всю жизнь за него болел, я смотрел, как он играет. Я тогда еще представить себе не мог, что я когда-нибудь буду снимать о нем кино. Мы вместе с коллегой Александром Нкачевым сняли о нем очень большой фильм «Полет русской ракеты», который в свое время получал кучу разных призов. Ну, видимо, Паше фильм понравился, и после этого он пригласил меня вместе с ним работать на Олимпийских играх, будучи пресс-арташе сборной, он был генменеджером сборной на Олимпийских играх в Турине. И как-то мы с ним, в общем, долго и плодотворно дружили. Паша человек очень скромный, вот при всей его звездности, при всем его звездном статусе, это человек, который на телевидении, в общем-то, по сравнению с многими другими, появлялся достаточно редко. И в этом смысле он человек, который очень многое знает, и очень многое помнит и видел, но для этого необходимо, ну, как бы, в каком-то смысле дать ему почувствовать себя в своей тарелке. Он знает совершенно удивительные, уникальные истории о Национальной хоккейной лиге, о своей карьере, может очень много чего рассказать. Мне бы очень хотелось, чтобы Паша когда-нибудь стал такой же звездой нашей хоккейной журналистики. Нам очень не хватает хоккеистов высокого уровня, которые впоследствии стали телезвездами. Собственно, ну, Сергей Гемаев, безусловно, это, Саша Хованов, ну, безусловно, ну, еще нескольких человек можно вспомнить, но Павел Бурей, это, безусловно, фигура высочайшего уровня, и поэтому я ему искренне желаю удачи на этом поприще, и надеюсь ему в этом помочь. На что может рассчитывать сборная? А это очень сложный вопрос. Это каждый матч на два результата. Сборная России может на этом турнире все, она может не выйти из группы, причем абсолютно объективно, потому что сборная Финляндии крайне неудобный соперник для нас. Сборная Швеции приедет в очень сильном составе. Я не дам гарантии, что мы ее обыграем, хотя наше нападение сильнее. Сборная команды Северной Америки, вот этих звезд молодых в Северной Америке, это вообще команда-загадка, она не сыграна, она, безусловно, не очень понятно, кто в ней будет солировать, и потом это все молодые ребята. Там нет лидеров, там нет дядек, вот этих самых, которые их будут с собой тащить. Но, тем не менее, сборная России на этом турнире способна выиграть, а способна никуда не выйти, как пойдет. Овечкин наш капитан, ваше мнение по этому поводу, и какая роль капитана на данном турнире? Это очень непростой вопрос, на него сам Павел Буре отвечал по ходу первой программы. Дело в том, что капитан в такой ситуации – это непререкаемый авторитет, а Саша Овечкин, безусловно, такой. Более того, у него замечательный характер, это лидер по натуре, это максималист по натуре. И в этой ситуации роль капитана как мотиватора будет огромной. У нас вообще собрано достаточное количество настоящих мотиваторов. Это и Олег Знарок, и сам, собственно, Саша Овечкин. Лучше кандидатуры я сейчас не вижу. Кто может в сборной исполнить роль Артюхина, Свитова, если потребуется? Не потребуется. Здесь собрались хоккеисты, которые очень уважают друг друга. Если будут драки, то там есть кому за себя постоять. Эти ребята умеют и драться, в том числе даже Павел Дацук участвовал в драках. Но держать в команде Товгая в данной ситуации нет никакого смысла абсолютно. Их нет в составах, наверное, ни одной сборной. Это слишком большая роскошь для такого турнира. Какие жесты Олег Валерич покажет на этом турнире соперник? Думаю, никакие. Если тот странноватого вида тренер сборной Швеции, может быть, и испугался жестов Олега Знарка, то в Северной Америке их никто не испугается. Там есть люди того же уровня и того же характера, как и сам Олег Валерич. Хотя он, безусловно, выдающийся человек. Не дискредитирует ли в то, что будут играть сборная молодежная США и европейская сборная? Нет, наоборот. Надо сказать, что это турнир коммерческий. На мой взгляд, выдающаяся идея организаторов турнира. Ну, во-первых, сборная Европы – это реклама для огромного количества стран, которые представлены в этой сборной Европе. Европа за нее будет болеть в Словакии, в Германии, в Швейцарии, во Франции. И практически вся Европа, как континент, будет болеть именно за сборную Европы. За исключением Чехов, Шведов и НПНС. Что касается североамериканских молодых звезд, то это живая реклама НХЛ. Это не дискредитирует, а, напротив, поднимает статус этого турнира. Этот турнир – это лучшее, что сейчас можно было сделать в мировом хоккее. Что помешает сверхзвездной сборной Канады не выиграть этот турнир? Сборная Канады – очевидный фаворит на сегодняшний день. Уровень развития канадского хоккея и уровень развития этой сборной Канады, в которой собрано огромное количество олимпийских чемпионов, а то и двукратных, как Кори Берри, например. Это уровень, это эталонная команда на сегодняшний день. Ее может сгубить только два обстоятельства. Либо недооценка соперника, во что слабо верится, либо кураж ее соперника. И вот тут я очень верю в сборную России. Сборная России – очень куражная команда. Она всегда такой была, даже во времена СССР. Если наша команда, как говорит коллега Юрий Розенов, побежит, то ее даже канадцы не остановят, потому что мы умеем играть в хоккей. И здесь очень важно, как наша сборная будет настроена на эту игру.